Дорогие друзья, я рада приветствовать вас у себя на кухне. И сегодня вашему вниманию я хочу предложить рецепт приготовления вкусных, быстрых, интересных пирожков с мясной начинкой и очень простым в приготовлении теста. Итак, для того, чтобы приготовить тесто, нам нужно к творогу добавить соду и перемешать. Оставить буквально на 2-3 минуты, чтобы сода начала работать в твороге. Дальше добавляем сюда сахар, соль, яйца и все хорошо нужно перемешать. Точное количество ингредиентов, как всегда, я напишу в описании под этим видео. И в эту массу нужно добавить кефир или, как я, домашнее кислое молоко. И теперь можно замешивать тесто. Добавляем муку и перемешиваем. Муку я ввожу в несколько этапов, чтобы наше тесто не получилось слишком тугое. Замешиваем вначале в миске, потом на рабочей поверхности и в итоге такое упругое эластичное тесто у нас получилось. Отправляем в пакет и в холодильник, а тем временем займемся начинкой. Для начинки я использую телячье сердце, которые отварила в подсоленной и заправленной различными специями в воде. Нарезаем на кусочки, чтобы измельчить через мясорубку. Также вместе с сердцем я отварила сало с такой хорошей прослойкой мяса. Все пропускаем через мясорубку. И я обжарила лук до золотистого цвета на растительном масле. Его также нужно пропустить через мясорубку. Добавляем соль и перец по вкусу. Перемешиваем. И в итоге наша начинка уже также готова. А тем временем тесто отдохнуло. И можно уже формировать пирожки. Делим на две части. Одной из частей я раскатываю такую большую колбаску. И отрезаем примерно одинаковые кусочки. Пирожки я леплю довольно-таки большие. Они тогда получаются вкуснее, тесто нежнее и много начинки. Раскатываем каждый кусочек с помощью скалки или как я растягиваем руками. Отправляем начинку и формируем пирожок. Я формирую его таким вот образом. Но вы делайте так, как вы любите и как вам нравится. И такие пирожки в итоге у нас получились. Лепятся они довольно-таки быстро. Нам осталось только их обжарить на хорошо раскаленной сковороде с растительным маслом. Обжариваем по несколько минут с каждой стороны до вот такого золотистого цвета. Снимаем на бумажное полотенце. И вот посмотрите, буквально за полминуты как тесто отходит, стоит мягкое, а снаружи хрустящее. И вот в итоге за несколько минут такое количество прекрасных, вкусных, ароматных, хрустящих, нежных пирожков у нас получились. Готовятся они просто, быстро, нравятся всем, вкусные, сочные, сытные, ароматные. И посмотрите, какое хорошее тесто. А самое главное, что это тесто во время жарки не втягивает в себя жир. Ну что ж, мои дорогие, вот такой вот рецептик. Если он вам понравился, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Я буду очень рада до новых встреч, всем пока и приятного вам аппетита!